друзья сегодня сделаем одну из самых простых газовых горелок конструкция конечно же не моя и я ее подсмотрел в интернете но нигде не нашел подробного описания по изготовлению и в этом видео вместе с вами мы ее соберем и настроим подобную горелку я уже делал на своем канале и если интересно ссылочку найдете во всплывающей подсказке и и принцип работы очень схож с сегодняшней самоделкой за исключением самого корпуса для сегодняшней самоделки пришлось съездить магазин сантехнических деталей и прикупить вот такой комплект это пара муфт и труба она была немного больше с этой стороны была резьба 50 миллиметров и мне пришлось его укоротить теперь длина до трубки составляет 210 миллиметров по своей сути это уже полностью готовый корпус и все что нам нужно сделать это собрать его до кучи вот так выглядит наша деталь далее нам понадобится сделать газовую форсунку делать ее мы будем из такого болта м12 для начала нам нужно будет просверлить отверстие на всю длину чтобы отверстие получилось соосным само сверло мы зажмем в тиски а заготовку болта зажмем патрон шуруповерта получится принцип обычного токарного станка и при вращении заготовки сверло будет всегда стремится в центр таким образом у нас получится соосное отверстие но для начала нам нужно отрезать шляпку не забываем одеть защитные средства при работе с угло шлифовальной машины далее как я и говорил зажимаем сверло тиски а саму заготовочку в патрон шуруповерта еще бы сверло поострее было вообще замечательно ну вот таким макаром нужно просверлить до конца работа это не быстрая поэтому встретимся после того как я все это сделаю такое сверление получилось в итоге на входе отверстие не совсем соосно из-за кривизны заготовки зато на выходе я считаю идеально теперь при помощи сверла сделаем углубление поджеклер это наконечник от сварочного полуавтомата 0 8 миллиметра и нарежем резьбу м6 по той будем делать так же как и делали сквозное отверстие а в качестве маркера используем синюю изоленту с нею наша конструкция точно заработает немного смазочки еще никому не мешало вспомнил интересный ролик и горе негоду на тему смазки если интересно ссылочку на него положу в описании и передавайте ему от меня привет ну а дальше нам нужно будет сделать сюда шайбу и и сделаем из этого кусочка металла я его подготовил специально для этих целей сейчас найдем середину делаем отверстие и нарезаем резьбу м12 для этого жиклера размечаем условную середину почему условную потому что наш кусочек металла не имеет прямых углов сверлим отверстие 10,2 миллиметра для резьбы м12 далее нарежем резьбу итак заготовочка под шайбу сделана сейчас фиксируем на этом же жиклерчике зажимаем шуруповерт и при помощи болгарки придадим ей круглую форму но сначала думаю будет не лишним им сделать разметку окружности и срезать острые углы чтобы в последующем меньше обтачивать ну что ж теперь можно и обработать для этого использую фибровые диски фирмы 3м я уже показывал их в предыдущих роликах и как они работают мне очень нравится устанавливаю самое большое зерно и вперед фиксируем шуруповерт и погнали вот такого результата удалось добиться еще чуть-чуть и будет кругло в итоге вот что у меня получилось сейчас обработаю диском с мелким зерном и мы продолжим кстати если у вас нет фибровых дисков можно воспользоваться обычными лепестковыми наша деталь обрела вот такой вид немного сбоку я тоже снял металла мне так показалось будет покрасивше все подходит довольно плотно тем более учитывая как все это было сделано теперь нужно нашу форсунку закрепить на одной из сторон абсолютно все равно с какой стороны потому что они обе одинаковые крепить скорее всего буду через гайку вот на три болтика просто засверлим отверстие нарежем резьбу и три болта будут удерживать эту гайку вот такая деталь уха у нас получилось теперь разделим на три части эту муфту и также сделаем три отверстия нарежем резьбу м6 ну и вот что у нас получилось в итоге один барашковый болт будет для регулировки именно для этих целей я и просверлил сквозное отверстие в гайке таким образом будет происходить регулировка жиклера по глубине форсунки в итоге вот что у нас получилось теперь можно под собрать все включу закручиваем вторую часть нашего корпуса и наша горелка полностью готова вот так вот она выглядит ну и давайте же скорее перейдем к ее тестирование чтобы не держать в руках зажал горелку в тиски ну а дальше подключаем газовый шланг сам же газ у меня в баллоне парапан газовый редуктор с регулировкой это очень удобно при работе с газовыми горелками закрываем воздушную заслонку и добавляем газовую смеси когда горелка сожглась можно приоткрыть заслонку и отрегулировать нужное нам пламя регулировка осуществляется при помощи того же редуктора и воздушной заслонки вот такое пламя удалось добиться такие горелки широко используются самодельных газовых горных например для плавки алюминия ну или если нужно что-нибудь подогреть подкалить ну или заворонить а на этом у меня все если зашел вам формат и понравилось видео не забываем поставить лайк и подписаться на канал дальше будет еще интереснее а с вами был как всегда я михаил это канал добрый мастер пока пока